Мои дорогие друзья, посмотрите на завтрак, что я решила приготовить Ашкебу. Гренки немножко вида изменить. Что я сделала? Заранее пожарила сучук. Вот на этом масле взбила яйца. Тут у меня два яйца. Сейчас я этот переверну, положу внутрь сучук и вот такой вот сыр. Вот такой вот сыр. Так что тут посмотрим, что получится. А здесь у меня компот из вишни. Посмотрите, как я его красиво упаковала, перевернула. Тут начинка, видите? Я думаю, Ашкебу очень понравится. Еще бы такой не понравится. Светлана занимается рисованием. Погрузилась в детство. Но это не детство. Это очень серьезные вещи. Все успешные и богатые люди, звезды, миллионеры, бизнесмены, они все составляют карту желаний. Как можно составить эту карту желаний? Очень много видео на канале YouTube. И вот пока она у меня в первоначальном виде, видите, я работаю, смешиваю краски, такая деловая. Мой муж вообще в шоке от моих действий. Думал, что я занялась рисованием. Так вот. Вот сейчас ее можно показывать, а потом нельзя. Больше я вам ничего не показывать. Может, просто расскажу вам и отвечу на ваши вопросы. Пишите в комментариях. Лучше всего в Инстаграме. Мы можем находить меня. Мы можем созвониться. Я могу каждому из вас рассказать о ней. Потому что много большой информации я не владею. Я такой же новичок. И решила я помочь своей судьбе. Все мы помогаем. Все наши желания исполняются, если мы от всего сердца их хотим. И визуально рисуем и посылаем им сигнал. Так вот, мои хорошие, это целая работа. К ней надо готовиться очень долго. И я приступила к ее приготовлению. Что я хочу сказать? Что это срабатывает 100%. Вы можете карту на год, можете на 3 года. И так далее. Сейчас то самое время, когда вам стоит тоже начать рисовать свою карту желаний. Так что, вот я чем занята сегодня. Все дела бросила. И занимаюсь этим делом. Я говорю желанием. И так же то желание это передаю и вам. Хотя я и очень творческая натура, но никто не отменял приготовление ужина и домашних дел. Домашние дела я сегодня не делала. Завтра буду заниматься уборкой. А сейчас я готовлю... Смотрите, мой муж поточил ножи. Наконец-то вот. Видите, все ножи поточил. И сейчас я занимаюсь приготовлением квашеной капусты. Наконец-то я готовлю долгожданную мою тушеную капусту. Я еще сегодня ничего не кушала. Предвкушаю, когда я ее покушаю. Друзья мои. Мужу я и себе готовлю такой супчик. Мы очень любим его. Видите, все овощи. Очень хорошо он поел тогда и сейчас поест. Моя капуста тушится. Газ страшный, но готовлю. Потом помою. Зелень помытая. Надо мыть зелень. Пока в воде она не уксусила. Ужин готов. Я, значит, у меня было чуть-чуть отварной морковки. И сделала новый салатик оливье. Буквально на один раз. Вот наш овощной суп. Моя капуста. Такую, как мама делала, только кинзу не делала. Хотя у меня была сухая кинза. Что-то я забыла про нее. Вот ашкем будет булгур плов. И вот эти котлеты пожарила ему. Он меня сегодня простит. Потому что я вот занималась, смотрите, еще что приготовила. Заквасила капусту. Сейчас я... Значит, я помню, как я делала, как на школе учила. Сейчас я положу тарелочку и поставлю гнет. Вот так она у меня будет стоять. Все, дело сделала. Пошли мы ужинать. Я делаю десерт. В нижний слой я положила вот такое печенье. Второй слой был черная сгущенка, коричневая. Потом, значит, опять печенье. Покрошила. И вот, смотрите, сгущенка. Клубника. Банан. И сейчас вот сверху такую сгущенку. Выдавливаю, выдавливаю. Из последних сил. Так, все достаточно, мне кажется. А сюда сейчас я дорежу клубники. Как хорошо, что у Мерсеня это все доступно. И в нормальных ценах. Еще надо на балконе взять банан. А может... Только клубничный сделаю так. Ну, внизу есть уже слой банана. Сделаю один такой, один такой. Ставлю это в холодильник. Также я добавила, знаете, что? Цедру у меня есть тут? Цедру добавила. Посмотрим, что из этого получится. Вот так печеницы у меня открытые пачки лежат. И можно им экспериментировать. У нас было сегодня на ужин. Я сделала первый раз. Макароны по-флоски сделала. Мой муж поел. Вчера я приготовила вот такую еду. Ему это не понравилось. Посмотрите. Сделала тевтели. И рядом гарнир. Горошек и кукуруза. Ему это не понравилось. И пришлось сегодня готовить макароны по-флоски. А это он поел. Брокколи. Побрызгала ее лимоном, гранатовым соусом. И вот эти две брокколи нам принесла соседка, угостила. Такие вот у меня хорошие соседи на площадке. А здесь моя капуста. Вы видите, я положила на нее две бутылки такие. Уже напустила сок. Мне не понравилось то, что она зеленая. А капуста квашеная должна быть белая. Так ли? Мы посмотрим, как получится. Потом в следующий раз буду искать белую. Ну вот все. Сейчас я вот эту красоту поставлю в холодильник. Можно и орешки еще сюда. Я приготовила морковку по-корейски. Что сюда надо делать? Морковь натираем на терке. Лук жарим на растительном масле. И сам этот жареное масло из лука поливаем этим, значит, эту морковку. Добавила только красный и черный перец. И соль. Смотрите, была целая тарелка. Вот столько осталось. Моему мужу понравилось. Все, пошла я сейчас ставить чай. Этот обед я проэкспериментировала сама. Почему? Потому что, думаю, турки всегда добавляют везде горох и кукурузу. Но мой муж, видно, не турок. Поэтому он это не поел. Сейчас вместе с вами выйдем на улицу. И я вам расскажу о своих ощущениях. Во-первых, я одета в жилетке. Холод. Сейчас просто интересно, сколько градусов. Значит, что я могу рассказать о ситуации? В горах, друзья мои, снег выпал. Но в самом Мерсине нету снега. Видите, как освещается? Впереди мост. Здесь это рыбный базар. Я в свитере вышла из кухни, и мне холодно. Очень холодно. Так что погода холодная, но нету снега. Мы сейчас отапливаемся только с помощью этого кондиционера. В комнате у нас жарко. Я снимаю свитер, сижу в майке. Только с помощью этого кондиционера. Здесь у меня вот как... Что тут у нас есть? О, азан поет. Вот. Фрукты. Здесь тоже фрукты. Полно фруктов. Зато как холодильник. На кухне не холодно, когда я готовлю. Посмотрите. Всем привет еще раз. Мои троллопулечки. Думала, сегодня не буду записывать видео, но как же с вами не пообщаться. Вот я такой жилеткой одела, чтобы на улицу выйти. Сейчас сяду с вами, чуть-чуть посижу. Потом чай поставлю, чтобы он не шумел. Что я могу вам рассказать о погоде в Мерсине и об условиях? Как и здесь. Что я... Ну, смотрите, на улице очень холодно. Я просто интересно, даже сколько дороже. Сейчас прошу Ашкыма. Ашкыма и уснул. Не буду его будить после вкусного ужина. Мне понравились макароны по-флотски. И, конечно, чтобы быть точной и правдивой, я посмотрела температуру воздуха. Плюс 10 сейчас. В 23-24 даже плюс 5. Такого не было еще в Мерсине. Ну, может, мы и оденем с вами шапки. Будем ходить в шапках. Наталья же подарила мне шапку. Надо же поносить. Кстати, надо позвонить, спросить ее, как у Натальи. У них же там не было кондиционера. Они до этого не использовали никакую плитку. Хотя у них есть. Ну, я не думаю, чтобы они замерзли, потому что у них очень такая комфортная квартира, удобная. И не будет так холодно. Если бы у нас были рамы в зале и в спальне поменены, вообще было бы супер. Хотя на кухне здесь все эти рамы, но все равно холодно. Просто, что нет ветра. Так, температура какая здесь в помещении? На улице плюс 10, здесь, наверное, плюс 16. Мне кажется, 18. Ну, когда я готовлю на кухне, конечно, тепло. В спальне. В спальне мы включаем электрическое одеяло. Только за час или за полчаса до сна. И достаточно вообще не холодно, ничего. Она так нагревает, что я сразу выключаю и так сплю. А воздухом привыкли дышать свежим. А если вот даже как-то сидим, да, кондиционер работает. Сухнет все время. Пьешь, пьешь эту воду. Это же все вредно для здоровья. Моя свекровь мне навязала жилеточку. Ну и когда выхожу на улицу, надела вот мои. Посмотрите. Моя свекровушка. Моя анемчик. Меня спрашивали в комментариях, сделали ли родители нашу вакцинацию. Папа сделал вакцинацию, прививку. А мама ждет своей очереди. И папа перенес очень хорошо. Они каждый год делают вакцины против гриппа. И моя мама тоже, кстати, делает вакцины против гриппа. Это ей помогает. И в Мерсине, хотя с 15-го должно было все открыть, но мы с ним вчера ходили. Также все на вынос. Потому что здесь большая заболеваемость не спадает. Ну вот такие вот новости из Мерсина. Спасибо вам огромное большое за поддержку. Все. И также спасибо негативщикам. Я разрешаю высказывать свое мнение, только меня не оскорблять. Как только вы будете меня оскорблять, мою семью и членов моей семьи, то вы сразу уйдете в банк. Ну, а те наши обвинения я принимаю, так что пишите, сколько хотите. Спасибо вам тоже, что вы есть. Вы мне даете стимул. И я не обижаюсь на, когда вы мне даете советы. Я все это принимаю и постараюсь исправляться в следующий раз. Ну, а я сейчас наконец-то приступлю к чаю. Надо поставить чайок и выпить, а то у меня ручки здесь замерзли. Вода у меня на кухне не холодная. Холодная, она не теплая. В принципе, я мало мою так, если тряпку помыть там или посуду после еды сполоснуть. Но эта вода не ледяная. Она какая-то комнатной температуры, очень теплая. Может от того, что там уже у нас есть на крыше энергосистема, хоть она и испортилась, но оттуда войдет вода, и она какая-то теплая от солнца. Не знаю, каким образом сама, наверное, накрывается, но потому что вода у меня теплая. Но все равно, когда долго времени водишься в холодное помещение, неприятно, мерзнешь. Я привыкший человек ко всем условиям, зато так хорошо в той комнате. Видите, Светлана замерзла, как бабулька стала. Ну а что делать, скажите? Ну бабульки, не бабульки. Главное, цветочки, чтобы не замерзли. Я сегодня их пополивала так хорошо. Ну все, пошла я готовить чай. Сижу, отвечаю на ваши комментарии. Занимаюсь вот картой желаний, готовлю. И одновременно отвечаю на комментарии, монтирую видео. И прочитала одну комментарий такой от Анны Бурченко. Она спросила, почему я называю Вашингтоны апельсинами. Давайте сейчас я объясню. Я ей ответила, но сказала, что я пообещала ей, что я сниму видео на эту тему. Вот посмотрите, Вашингтон. Вот Вашингтон и вот апельсин. Вашингтон это сорт апельсина Вашингтон Навелл. Апельсин сам по себе меньше размера бывает, и крупный тоже, но в основном меньше. Посмотрите, какой он со всех сторон. И в нем много косточек. Вашингтон. Смотрите, какой Вашингтон. И главное отличие, у него такая попка. Жилистая, вот тут такая вкуснятина находится. Вот видите вы, тут нет косточек. Он сладкий-сладкий. Это тоже сладкий, но здесь они отличаются Вашингтона от апельсина. В нем нет косточек. И поэтому мы берем в Турции все апельсины такие используют только для сока, когда выжимают, а Вашингтоны кушают. Так что вот в чем различие. И в Грузии у нас очень много тоже Вашингтона. Вот видите, какие они по размеру. Ну а мы с Ашкымом смотрим телевизор. Да, я особенно смотрю. Вот мой телевизор. И вот у меня столько дел, работы. Вырезать надо. Я это вчера все с интернета, эти картинки взяла. Там кое-какие. Затем их, видите, столько надо много готовить. Карта и желание занимаюсь серьезно. Надеюсь, на днях я уже ее соберу. И активирую. Так что, друзья мои, кстати, у меня ноготь поломался, и я его отрезала. Хотела и другие тоже срезать. Немножко отдохнуть и снять этот гель, но оставила пока. Поели десерт с Ашкымом. Он проглотил только так его. Выпили чайок. Начало первого. Я так отключаюсь, но у меня дел полно. Ну, а вам спасибо за то, что вы посмотрели это видео. Поддержали меня. Я постараюсь отвечать вам по мере возможности. А вам всем спокойной ночи. А если вы не только у вас утро, доброго утра вам. Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...